Всем привет, ребята, и это уже 173-я серия по нашей любимой охоте. Алонсо снова перепутал серии. На самом деле, это уже 174-я серия по охоте. Досматривайте видео до конца, поскольку сегодня я хочу вам показать один день из жизни с камеры. Под последними видео у нас очень всё хорошо с лайками, поэтому давайте не будем нарушать традицию и лайк на видео влепим. Только настоящий гангстер не пройдёт мимо и поможет мне исполнить мою мечту. До 100 тысяч на канале осталось совсем немного, и мне нужна ваша помощь, ребята. Просто подпишитесь на канал, поставьте лайк на это видео, включите колокольчик и напишите комментарий. Ну а если вы на меня уже подписаны, то начинайте играть вместе со мной на 18-м сервере Аква и вводите мой промо хэштега Лонсо. Ну короче, девочки и мальчики, присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое. Я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Это будет необычное видео для моего канала. Сегодня я хочу найти Кидалу и проследить за ним очень долгое время и посмотреть вообще, как проходит его рабочий вечер. Каким образом он скамит и вообще получается ли у него. И конечно же, какая добыча у него будет за целый вечер скама. Для того, чтобы отснять такое видео, много ума не надо. Нужна только админка, ребята. Только что мне намаячил подписчик и сказал, что на БУ сидит очень странный чел и продает фуловую БМВ. Это походу наша цель. Итак, девочки и мальчики, представляю вашему вниманию крутого копника, который продает фуловую БМВ М5Ф10. Конечно же, с лаунчем и по цене 15 миллионов рублей. Такая БМВ стоит 5 миллионов рублей в салоне. Получается, окуп с одного такого скама 10 миллионов рублей. Вот так двоих-троих заскамил и 20-30 кака нахаслил. А потом какой-то дядя Алонсо тебя телепортировал и забанил навсегда. В общем и целом, чтобы поймать этого парнишку на горячем, нам нужен один тайный агент. И это будет Фома Мажорка. Собственно, этот подписчик и дал мне наводку на этого кидалу. Собственно, он его и поймает, получается. Мы с ним договорились и надо было действовать дальше по плану. Фома вернулся на БУ и начал договариваться с этим пацаном, поскольку нам надо было споймать его на горячем, а это уже очень сложно. Фома предлагал ему доплату не 15 кака, а 10 миллионов рублей. И понятное дело, нашему крутому гопнику это только лишние заботы. Смысл ему сейчас скамить нашего Фому на 5 миллионов рублей, если он подождет и продаст эту машину за 15 кака и выйдет в плюс на десятку. Ну или, возможно, у нашего крутого гопника какая-то личная неприязнь к Фоме, и поэтому он не хочет продавать ему эту машину. Мало того, что он не хочет продавать ему машину, так он не хочет заскамить его на деньги. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Короче, я хз. Либо наш кидала догадался, что это мой агент, либо у него какая-то личная неприязнь к Фоме. Короче, он не хочет продавать ему машину. Как бы Фома не умолял нашего кидалу продать ему машину, кидала написал, что его раздражают торгаши, поэтому продавать Фоме он ничего не будет. Ну окей, понятно. Он просто не хочет продавать ему машину из-за того, что он перекуп. Ну окей, тогда мы найдем другого игрока. Короче, моему агенту он был готов продать эту машину только за 20 миллионов рублей. К таким потерям мы не были готовы, и тут появился другой покупатель, который предложил обмен на какую-то Хонду С2000, и в принципе наш кидала согласился посмотреть на эту машину. Они приехали на низкий класс, и челик показал машину, которую хочет обменять на BMW, как я понял, вообще без доплаты. По-моему, это тачка из Блэк Пасса, не помню из какого, но у неё явно цена не 20 миллионов рублей. Ну хотя, зная разнообразие наших машин, всё возможно. Наш кидала посмотрел эту машину и подумал, что хочет ДП за свою BMW. Ну понятное дело, смысл от одной машины, если хочется ещё и верты со скама поднять. Но покупатель был тоже не пальцем деланный, и сказал, что тут обмен максимум без доплаты, поскольку машина тоже дорогая. Как я понял, это тачка с тарифа, откуда же и такси. И в принципе, эти машины стоят реально от 20 миллионов рублей. Но как только покупатель уже был готов обменяться, посмотрел BMW, он просто пропал, ребята. Не знаю куда, не знаю почему, но он просто пропал. Я следил за ним около 10 минут, и он уже нашёл себе покупателя, который был согласен обменяться. Слава богу, что у него вылетело. Поэтому, ребята, мы идём дальше следить за этим парнишкой. Но как только он приехал на БУ, снова прибежал этот покупатель, его, получается, кикнуло, и походу он всё-таки обменяется с этим игроком. Нам, походу, попался не сильно опытный Кидала, поскольку он уже раз пятый выгрузил BMW и загрузил её обратно. Он или неопытный в этом деле, или что, или что-то у него не получается. Ну, короче, сами видите, что за дичь происходит. Он делает всё настолько неправильно, что даже покупатель заподозрил, что тут что-то нечисто. Короче, наш покупатель понял, что это Кидала, начал с него угорать, и, в принципе, написал, что он мутит какие-то махинации. Поэтому крутой гопник поехал искать следующего лоха. На БУ к нему подъехал чел на Гелике и предложил обмен на F90. Не знаю, что тут выгодного, но, наверное, какая-то выгода имелась. Они отъехали на заправку, чтобы тот показал свою BMW, и, в принципе, дальше они могли обменяться. Только челик на F90 даже не подозревает, что это Кидала, и он может остаться без своей машины. Ну, а на месте крутого гопника я бы не был таким придирчивым, и быстренько бы уже с кем-то обменялся. Ну что же, ребятки, они отъехали на задний двор низкого класса для того, чтобы договориться и произвести обмен. Но только покупатель был тоже не пальцем деланный и сказал, что хочет обмен на БУ, чтобы тот не скамнул его. Но Кидале, понятное дело, такая ситуация невыгодная, поэтому он отказался от такого предложения. Челик ему просто написал, что он в курсе, что у него две BMW, и никакого обмена на этом месте не будет, но все же наш Кидала был против. Но покупатель очень сильно хотел себе эту BMW и надеялся, что крутой гопник это не Кидала. Он просил поехать его на БУ и обменяться именно там, и даже предлагал доплату поболее. Но крутой гопник придумывал какие-то тупые отмазки, что он уже устал ездить, что его опять подрежут, ну короче, нес какую-то бредятину. Но Хомка Зернов был упрямый и прям нормально настаивал на том, чтобы обменяться на БУ. Короче, что могу сказать в итоге, ребята? Хомка не дурак, просто забил на этого пацана, пожелал ему удачи и вышел из игры. Да, пацаны, после того, как ему не удалось заскамить Чела, он нашел следующего игрока, которому напрямую предлагал обмен через ЗАЗ. И уже за 12 миллионов рублей. Хотя мой агент предлагал ему такие деньги, и ему было все равно. Короче, когда я первый раз его телепортировал, написал ему, чтобы он выходил из машины, он отказался и просто вышел из игры. На то, что его телепортировал администратор, ему было абсолютно все равно. Я ему сказал, что нам нужно поговорить, а он просто вышел из игры. Даже не стал слушать меня, прикиньте. Но я тоже, знаете, не пальцем деланный, поэтому дождался, пока он снова зайдет в игру и снова телепортировал его. Но он почему-то сразу вышел в АФК. Неужели нам даже пообщаться не придется сегодня? Ну ладно, я никуда не спешил, ребята, поэтому подождал, пока он снова перезайдет. И он начал просто оскорблять меня. Ну как оскорблять? Это тоже не оскорбление, просто общение с матами. Он говорил, что я его уже задолбал, чтобы я дал ему нормально поиграть и, конечно же, предоставил доказательства. Только он не был в курсе, что сегодня он главный герой этого ролика. И я следил за ним очень-очень долго. Он не в курсе, что с его стороны было несколько попыток нон-РП обмана. А еще выгрузки, транспорта и загрузки. Ну, короче, пацанчик попал по полной. Ты, конечно же, родной, можешь все отрицать, но, как бы, ты главный герой видоса, поэтому желаю тебе удачи в банане навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок